Павлович Шатеца, писатель, исследователь. Наша история развития Земли и человечества с древнейших времен подтверждена научными открытиями. Наша группа ведет контактную связь с высшими, в том числе с управителем Земли, Мимовым. На основании его информации, управители Земли, мы написали книгу «Наказ» и из этой книги небольшую брошюрку «Русь. Регион Древнего Египта». Я сейчас вместо выступления на двух пунктах остановлюсь в этой книге. Первое. Мы спросили, будет ли потепление на Земле и будет ли таять ледники. Он ответил, что в леднике обязательно будут таять. А до какого времени поднимется уровень океана? Он говорит, что уровень океана поднимется до того состояния, когда будет полностью обводнен Северная Африка, то есть кустыня Сахара. Когда появится там вода и в реках, там поставят заводы по выработке водорода. Водород заменит у нас нефть и газ, так как они кончаются. Второе. Вот этим самым уровень океана поднимется, мы так считаем, на большую величину, что-то метров на 15. Но это надо, он не уточнил, надо считать. И второе. Он сказал, что численность людей будет регулироваться, так как, чтобы не было геометрической прогрессии и не нарушилась бы жизнь на Земле. Значит, каким образом регулироваться? Мировой войны не будет, региональной войны обязательно будут. Ну, когда мы дальше допытывались у него, он сказал, что если кончится, ну, установится мир, установится все нормально в Сирии, и поднимется большие неприятности нашей Украине, то есть в нашей стране. Ну, вот, мы это видим сейчас. Все это движется. И он называет это все движение запланированным. Дальше. Численность людей, он считает, будет регулироваться и болезнями, и эпидемиями. Мы это сегодня видим. И это отражено вот в этой книге. Купить ее нигде невозможно. Ну, кто желает, я вот пять экземпляров захватил. Вот. Ну, могу подарить. Знания люди, теперь по теме, которая запрограммирована сегодня. Знания люди получают двумя путями. Информация высших и получение научными способами. Путем проведения опытов и исследований. В настоящее время научное сообщество признает только опытное научное доказательство. При создании истории с древних времен мы использовали в основном информацию правителя Земли Миллона. Но подтверждали ее работами, ранее выполненными ученым мирового научного сообщества. Материал доказательства истории развития Земли и человечества, написанный нами по информации управителя Земли Миллона, собран многими учеными, но выводы, сделанные ими, не совсем верны. Наиболее близкий к этому вопросу подошел Андрей Юрьевич Сколяров. Андрей Сколяров в своей книге «Сенсационная история Земли» отмечает, что до 17-го столетия нашей эры история Земли регулировалась библейскими данными о потопе. В 16-17 столетии нашей эры эта легенда ученых стала не удовлетворять. Слишком она оказалась примитивной. Основной научный центр в то время находился в Западной Европе, где ученые установили, что летники в Западной Европе и Америке 13-14 тысяч лет тому назад стали таять, наступило потепление. По какой причине это произошло, ученые не очень задавались вопросом и стали считать, что наступил период потепления. Для Западной Европы это верно. А климат на Чукотке и Аляске они в расчет не брали. Из-за отсутствия транспортных средств экспедиции туда из Западной Европы не проводились. Так был создан теория, созданный ледниковый период. Этой теорией ученый мир руководствуется и в настоящее время. Для Западной Европы эта теория верна. Для Западной Европы. Ученые в современности также руководствуются этой теорией и считают, что развитие Земли происходит по ее правилам. Потепление длится 13 тысяч лет. Потом период похолодания 13. И вот такой панусоиде движется жизнь на Земле. Но мы утверждаем, что причиной потепления стало смещение оси вращения Земли, перемещившаяся полюса. В это время затонуло государство континент Атлантида, освободило дорогу течению в Гольдстрим. Эти факторы и создали условия для потепления в Европе. Длящиеся и в настоящее время. 13 тысяч лет. Ну и как они уже 17 века считают, что идет дальше похолодание. Но мы же видим, что идет потепление. Значит, эта теория неверна. Они не замечали, наши вот высказания не замечаются научными организациями. Считают, что поверхность Земли прогревается одинаково. Однако уже в 17 веке нашей эры американские ученые отмечали, тоже в то время, когда была создана эта теория, отмечали, что в Сибири или в Аляске крупное животное погибли. Погибли внезапно. В тот же час были заморожены, поэтому и не разложились до наших дней. Значит, катастрофа произошла внезапно и мгновенно. Заморожены они были в тот момент, когда погибли. Выходит, что температура резко сместилась в момент гибели животных. Притом, в этих местах произошло резкое похолодание, а не потепление, как предусматривает ледниковый период. Андрей Скляру приводит и другие примеры, когда положение ледникового периода не соответствует действительности. Были обнаружены, например, свидетельства того, что в конце так называемого ледникового периода заметно похолодало не только в Сибири и на Аляске, но и в южной части Южной Америки, то есть на Южном полюсе, чего также не должно было быть. Ведь, как он говорит, ведь если бы общий температурный фон планеты увеличился, то и в Южной Америке следовало бы ожидать потепления, а вовсе не похолодания. А он, наоборот, произошло. Он отмечает, получается, что в ледниковый период климат в Антропсиде был теплее, а вовсе не холоднее. А похолодание там произошло как раз в то время, когда ученые считают, что наступил ледниковый период. Значит, период не действует. Андрей Скляру приводит и множество других примеров, где доказывают, что изменение температуры на Земле происходит не по законам ледникового периода, а по другим причинам, которые необходимо изучать и делать выводы. Я вот был приготовил здесь карту, карту ледников 18 тысяч лет тому назад. А ледники 18 тысяч лет назад, а для учебников, которые для детей, для высших школ, они нанесены на карты современные, так как ученые до сих пор считают, что полюса не двигались, а остались на одном месте всю жизнь Земли. Я взял примерно 52 градус. Там Бейрут, Киев, Забайкалье, Комсомольск, на море. На одной широте находится. Раз на одной широте, значит, и температура, и климат должны быть одинаковые. А в натуре получается, что в это время, в 18 тысяч лет назад, в Киеве и в Бейруте был ледник, который длился 110 тысяч лет. А в Забайкалье, на Комсомольск, на море, тем более в Хабаровске, в современных названиях сейчас, там было чуть ли не субтропики. Знаете, ледниковый период, который проповедуют наши ученые, он не действует. Его нужно отменять. А в это время, конечно, летит вся история, вся антропология и вся наука, которая до сих пор была по Земле и человечеству. Вот это нам дал Милон, управитель Земли. Жизнь на Земле после катастрофы 13 тысяч 500 лет тому назад до 8 тысяч лет тому назад протекала под воздействием четырех полюсов. Двух старых и двух новых. Это уже вот по той информации, которую дал нам Милон. Это очень хорошо заметно при рассмотрении развития Земли и жизни сложивших людей в Северной Африке, на Сахаре. Андрей Юрьевич Незуцкий детально описал этот период жизни в книге «Загадки антропологии», которая вписала в себя исследования десятка ученых, занимающихся исследованием развития и участия в жизни на Сахаре. Этот период времени, пользуясь его работой, мы и отразили жизнь Атлантов после катастрофы и выхода их с убежища на испытательном полигоне около реки Нигер. На этой территории была пустыня, пески. Заниматься земледелием, даже животноводством было невозможно. Жизнь протекала только вдоль реки Нигер, по берегам которой образовались оазисы шириной 50-60 метров. Люди расселились в них, занимались собирательством. В это время на старых полюсах под действием теплого течения Гальстрим ускоренно производилось таяние ледников. А на новых полюсах они образовывались медленно, так как не было ускорителя. Поэтому уровень воды в океанах поднялся, в воздухе увеличилась влажность, что стали проходить проливные дожди, образовались новые реки и озера. Так планирует сейчас высшая база. Это проходило по всей земле, в том числе и на Сахаре. Сахара превратилась в цветущий райский тропический сад. Люди расселились по всей территории, продуктов питания хватало, занимались собирательством, одежда не нужна была, в тропиках, в азисах можно обойтись и без нее. Такая жизнь Сахаре длилась 7-8 тысяч лет. К 8 тысячам летам тому назад ледники на старых полюсах растаяли, океан водой не пополнялся, а наоборот отдавал воду на ледники на новых полюсах. На Сахаре реки и другие водоемы стали пересыхать, но эти территории пересыхать. Особенно тяжело проходилось крупным человеческим обществом. Уже приходилось переселяться к рекам, которые в это время оставались крупные реки. В это время стали развиваться ремесла. А там были другие племена, с которыми надо было воевать. Значит, было развитие минуты три в мире. Иначе будет непонятно. Но вы своими словами просто словами все равно наоборот. Значит, в это время какое в это время? О котором мы рассказываем. Ну, время назвать бесчисел. Тогда вы ни о чем говорите. Давайте помолчим. В это время, когда реки пересохли, в Невке только остались крупные. Было развитие строительства городов, развитие жизни более сильно на земле. Но и это не помогало. Кругом невозможно стало жить. И к шести, пяти с половиной тысяч лет тому назад люди из Сахары стали переселяться. Монглоиды, то есть люди китайцы, корейцы, японцы пошли в Южную Азию. Но там уже жили несколько тысяч лет русы. Стала война. люди, которые пошли на западную Европу, это эрбины, по интерпретации Клёсова. они перерезали всех славян, которые там находились в Западной Европе и поселились в Европе. В 12 году в Нигерии было открыто два закоронения, которые распопки. Одно закоронение, когда перешли туда атланты и второе закоронение, когда они входили. Вот это подтверждает таким образом жизнь, то есть нашу историю жизни на Земле вот таким образом. Вот я говорю, что пять экземпляров этих книг у меня есть, могу подарить желающим. вопрос вам задать. Мне это можно? Да. У меня очень короткий вопрос. Вы в своем тексте строго противоречите названию своего выступления. Я задаю вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какого время жизни человека как биологического вида? По возможности точнее ответьте на мой вопрос. 13 тысяч пятьсот лет тому назад до шести тысяч, пяти с половиной тысяч тому назад. Значит, до 13 тысяч лет назад человека как биологического вида не существовало? Нет, мы не рассматривали. Так мы не рассматривали или не существовало? Он существовал и спасся только небольшое количество после катастрофы. Погиб после мы. Это было дорожено. КОНЕЦ